Девушки отдыхают Выгодой воспользоваться этим поводом И осенью того же года представила Наследника линейки Naked'ов Tuona Созданного на базе спортивного литра RSV-4 с V-образной четверкой Объемом 999,6 кубических сантиметров Причем надо отдать должное итальянцам При трансплантации шасси и двигатель Перетерпели самые минимум изменений Ради большего соответствия Раздетой ниши у мотора переписали Карту впрыска На 20 мм удлинили впускной тракт Слегка увеличили массу коленвала Укоротили первые 3 передачи И снизили пик мощности до 11500 оборотов в минуту Вот и все Получите самый настоящий Street Fighter Со 167 лошадками в арсенале Эти изменения позволили слегка Придушить бешеный спортбайковский мотор Попросту опасный для езды по городским улицам Движок Tuona V4R Любит высокие обороты Сказываются спортивные корни Впрочем, благодаря высокой мощности И отличному крутящему моменту Он хорош во всем диапазоне оборотов Коробка передач с квикшифтером Позволяет этому мотоциклу Обставить при разгоне Большинство чистокромных спортбайков Снузи Снузи Регулируемая подвеска производства Satch делает управление Априлля Туоном V4R точным и острым, как лезвие бритв. Этот мотоцикл способен и на бешеный слалом в потоке автомобилей, и на прохождение серпантинов с коленкой. Подвеска, как говорилось ранее, без изменений перекочевала на итальянский Street Fighter с вышеупомянутого спортбайка RSV4. При этом посадка на Априлля Туона куда более дружелюбна к пилоту, чем на спортбайке. Райдер сидит с прямой спиной, а нагрузка на руки почти не ощущается. Субтитры делал DimaTorzok В 2015 году произошло тотальное обновление. Следующее поколение, теперь же Туона V4100RR преобразилось не только технически и стилистически, но и идеологически, сделав очередные полшага в сторону от имиджа уличного хулигана. Сохранив вход в поршни на отметке 52,3 мм, инженеры нарастили диаметр цилиндра с 78 до 81 мм, отчего объем поднялся до 1078 кубических сантиметров, а мощность до 175 лошадиных сил. Подбор передаточных чисел шестиступенчатой коробки тоже изменился. Теперь вместо первых трех стали короче три последние передачи. Высота седла Туона V4100 снизилась до 825 мм, минус сантиметр. А для тех, кому базового РР на подвесках Сачс недостаточно, люди из Апрелева предложили прокачанную с помощью Оленс версию Фэктори. Продолжение следует... Изюминка, которой гордятся конструкторы Апрелия – обновленный восьмиуровневый трекшн-контроль их собственной разработки. Очень эффективная и феноменальная отказоустойчивая система за счет дублирования всех жизненно важных ее узлов. Система не позволит бешеному мотору Апрелия Туона V4 взять вверх в опасной ситуации и не даст сорвать с задних колесов занос. Впрочем, эту систему можно отключить, если вдруг пилоту не хочется, чтобы электроника вмешивалась в управление мотоцикла. Но делать этого все-таки не стоит. Создатели Апрелия Туона по праву ей гордятся, и пользы от нее намного больше, чем потенциального вреда. Создатели Апрелия Туона Последнее поколение мотоцикла Апрелия Туона V4 оснащается обновленным пакетом электроники Апрелия Performance Ride Control, который полностью интегрирован с ЭБС, электронной системой управления дроссельной заслонкой и многорежимным блоком управления двигателя. В состав пакета входит система вили-контроля и функция автокалибровки, которая автоматически настраивает систему независимо от используемой резины. Тормозная система Брэмбо на Туона Апрелия Туона V4 отлично без преувеличений. При вентилируемых тормозных дисках работающих связки с мощными радиальными суппортами останавливают Апрелию очень эффективно. А небольшой обтекатель мотоцикла, кстати, несет не только эстетическую функцию, он на удивление хорошо спасает от ветра, по крайней мере до 110-120 км в час. Если же ехать быстрее, то придется прочувствовать весь набор ветра на собственной шкуре. Хотя у приверженцев чисто раздетого стиля наличие полуобтекателя считается преступлением, но для мотоцикла, способного набрать сотню за 3,2 секунды, а 200 за 8,3 секунды, ветровое стекло – это жизненная необходимость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова